Друзья, всем привет! Сегодня мы пополним копилку интересных двигателей и нестандартных технических решений, реально применяющихся в автомобильной сфере. У нас уже был выпуск про роторные двигатели и их модификации, также про необычные подвески, про системы ГРМ и про оппозитный двигатель. И данный двигатель, который мы сегодня рассмотрим, имеет все преимущества оппозитного двигателя в виде сниженной вибрации. А еще он мощнее, экономичнее и легче. Это двигатель без шатунов и коленвала. Рубрика «Интересные двигатели». Погнали! За всю историю двигателей внутреннего сгорания накопилось огромное множество разработок и чертежей двигателей, различных компоновок, различных вариаций, интересных нестандартных решений, которые кажутся просто сумасшедшими или утопическими. И многие из них так и остались на чертежах, ввиду того, что они просто не работают. Но данный двигатель хоть и кажется необычным и сумасшедшим, но он действительно работает. Причем лучше и эффективнее обычного двигателя внутреннего сгорания с шатунами и коленвалами. Но у него как есть свои плюсы, так есть свои минусы. На самом деле идея данного двигателя не нова. Первые двигатели все были без шатунов. То есть поршень и шток жестко закреплены друг к другу. И далее уже прикрепляются к коленвалу. Вот мы все привыкли, что у нас в двигателе возвратно-поступательное движение поршня преобразуется во вращательное через вот такой шатун. То есть и движение происходит ну примерно вот так в двигателе. А что будет, если закрепить шатун жестко на поршне? И как он вообще будет работать? Разработки данного двигателя берут корнями из 1800 лохматого года. И многие из них уже давно утеряны. В мире есть огромное количество разработок данного двигателя, в том числе и в России. И многие из них дошли до наших дней. Для начала, как у них там с заграницей? Еще в 1995 году инженер из Австралии загорелся идеей сделать данный двигатель. И уже в 1996 году он собрал первый прототип на двух цилиндрах, закрепленных на одной штанге, которая уже показала преимущество над обычным двигателем внутреннего сгорания. Он разработал пять различных компоновок и организовал свою компанию, которую назвал Revitec. И с каждым годом они все совершенствовали и совершенствовали данный двигатель. И в 2009 году компания Revitec представила разработку своего нового двигателя и получила коммерческий грант в размере 1 миллиона австралийских долларов на разработку своего проекта. Они спроектировали и построили новый двигатель на своем заводе в Голд Косте. Знаете, грант вообще в любой стране просто так не дают. Нужно сначала доказать, что твой двигатель действительно эффективный, что в нем есть топливная экономичность, что он мощнее, и тогда тебе дают деньги. В принципе, так это работает во всех странах. И им действительно дали, потому что они доказали, что их двигатель работает. В привычном нам двигателе поршень передает возвратно-поступательное движение через шатун, который изгибается для того, чтобы передать крутящий момент. И это самая распространенная схема двигателя. Тут же два поршня жестко закреплены на штоке и перемещаются по одной линии. Чтобы передать момент, инженеры используют трехкулачковый вал, но это аналог коленвала. И по профилю этого вала перемещаются два подшипника, закрепленных на штоке. Подшипники находятся на нижней стороне двух соединенных между собой поршней. Кулачки, вращаясь, поднимают поршень, воздействуя на подшипники. Те же, в свою очередь, через шток поднимают поршень вверх. В верхней части такта происходит воспламенение топливо-воздушной смеси, как в обычном двигателе, и затем расширенный газ толкает подшипники вниз по профилю кулачков, сдвигая их в сторону. И создается крутящий момент. Точка передачи максимального крутящего момента начинается уже после 5% хода поршня, или вращения вала на 10 градусов. Это дает максимальное использование давления в цилиндрах, тогда как в обычном двигателе поршень должен пройти примерно 40% от верхней мертвой точки, или 60 градусов вращения каленвала. И максимальный крутящий момент передается через шатун, когда он располагается под углом 90 градусов каленвалу. А в данном двигателе максимальный крутящий момент начинается уже практически от верхней мертвой точки. Ускорение поршня на протяжении всего хода контролируется профилем кулачка, который изменяется в соответствии с различными видами топлива и требования к крутящему моменту или диапазонами оборотов. Данные кулачки по принципу своей работы напоминают распредвал, который долгает клапан. Тут тот же самый принцип, что у систем газораспределения. Изменяя профиль кулачка на распредвале, можно регулировать скорость открытия или закрытия клапана. И от этого идет прирост мощности. Примерами являются системы FTEK, VVTI и подобные все. Об этом я рассказывал в выпуске про ГРМ. И здесь то же самое. Изменяя форму профиля данного вала, мы можем изменить как ход поршня, длину его, степень сжатия. Можем вообще ее уменьшить максимально. И смещать полку момента куда угодно. На низких оборотах или на высоких. Мы все знаем, что в обычном двигателе есть такая распространенная проблема, что поршень имеет вот такое боковое смещение. И он касается цилиндров. В данном двигателе за счет того, что поршень жестко закреплен на штоке, устраняется контакт поршня со стенками цилиндра. И убирается трение самого поршня о стенке. По сути дела, поршень это просто держатель для колец. Поэтому для данного безшатунного двигателя нужно меньше смазки. А еще создатели пишут, что они применяют в поршнях керамическую технологию. Вот это даже, кстати, интересно. Ну, керамические поршня. Очень интересно. Инженеры назвали данный двигатель, ну, если дословно переводить, то двигатель с управляемым сгоранием. И он разработан так, что он может работать на более бедной смеси и на низких оборотах у него большой крутящий момент. И за счет этого осуществляется снижение выбросов в атмосферу на 30 или даже на 40 процентов. То есть данный двигатель экономичнее на 30 процентов и плюс еще выбросов у него гораздо меньше. Конструкция двигателя позволяет использовать более низкую, чем обычно, степень сжатия. Тем самым снижая потери мощности на цикле сжатия. Также можно обеспечить низкую частоту вращения холостого хода благодаря увеличению механического КПД в верхней части хода. А низкий центр тяжести обеспечивает все преимущества оппозитного двигателя в виде маневренности и сниженной вибрации. Есть такой параметр, которым измеряются все двигатели. Он называется BSFC. Это отношение расхода топлива к произведенной мощности. Он измеряет расход топлива на фунт в час. И вот во время испытаний двигатель Revitec достиг удельного расхода топлива BSFC 212 грамм на киловатт час или эффективности 38,6 процента. На самом деле это показатель очень выдающийся, учитывая то, что Toyota Prius гибридная имеет показатель 236 грамм на киловатт час или КПД 34,7, тогда как обычный двигатель имеет КПД 15 процентов. Это более чем вдвое превышает эффективность. Эффективность выше, расход топлива ниже на 30 процентов. Представляете, туда еще если газ поставить, так это вообще дешевле будет почти в два раза. Вот знаешь, я сейчас думаю, что в комментариях сейчас многие понапишут про то, что наше светлое будущее это электродвигатель и вот такую всякую хрень, что типа у нас за электро будущее. Но это где-то там, а не у нас. Знаешь, я вот сейчас могу сказать про наши современные реалии. Не из-за той ситуации, которая у нас сейчас творится там в мире там или что-то такое. Нет, а про другое. Вот я причем уверен, что сейчас вот из всех, кто меня смотрит, вряд ли найдется хотя бы один, кто передвигается на Тесле. А максимум это те, у кого есть гибриды. Ну там сейчас из тысячи, может быть там человек 10 найдется. И все. И что уж говорить, вот у нас такие реалии в стране, что у нас есть такие промежутки между населенными пунктами, где за 300 километров между населенными пунктами нет ни одной заправки. А что уж говорить про электрозарядки, про электродвигатели? Как вообще, ну как вы представляете заправку электродвигателя, когда нет ни одной зарядки? Это ладно, вот если вот, знаешь, по городу там передвигаться, ты там заправился, доехал до работы или там на супермаркете, пока стоишь, машина заправляется. Ну а за город, вот как вообще вы представляете ехать? Я смотрел кучу видосов, вот когда передвигаются все и потом заряжаются, стоят. Вот допустим, с Волгограда до Санкт-Петербурга 1700 километров. Если взять запас хода в 400 километров, то я должен заправиться, ну где-то, ну раза 4, наверное, да, за всю поездку. А одна заправка это 3-4 часа, полная заправка. То есть там и так бы я доехал за 15 часов, а так я буду ехать, ну еще плюс еще 12 часов, то есть почти в 2 раза. Время дороги в 2 раза увеличиваю. Представляете, вот электродвигатели, вот наша такая романтика, да, стоять, заправляться на электротяге. Я так скажу, мое личное мнение, возможно, оно может с чем-то не будет совпадать, но наше светлое будущее это гибриды. То есть бензиновый двигатель с электродвигателем. Может быть бензиновый используется как генератор или как электро, как дополнительная приводная тяга, но все-таки это гибриды. Потому что, учитывая наше расстояние в нашей стране, у нас на электротяге мы просто не вывезем. И это наши действительные реалии. И при этом, если двигатель будет очень экономичный, у него будет меньше выбросов, он будет использовать энергию топлива по максимуму, почти 100%, то тогда это будет действительно экономично, это будет действительно круто. То есть электротяга и плюс очень экономичный двигатель. Вот наше светлое будущее, вот к чему нужно стремиться, а не к электротяге. Поэтому хватит писать, что наше светлое будущее это электромобили. Все это фигня. Погнали дальше. В 2009 году компания Revitec заключила договора различные с немецкими университетами, с заводами в Китае. То есть на то, что они будут разрабатывать и продавать данные двигатели. Но, к сожалению, вот с 2012 года ни одного упоминания про компанию Revitec. Вообще нет ничего. То есть они есть в интернете, вот если вы посмотрите, то где-то до 2012 года. Очень много чего рассказывается, то, что этот двигатель крутой, классный. Но после 2012 года молчком. Я не знаю, может быть экономический кризис какой-то сказался на этом. Или все-таки данные двигатели не настолько совершенны, насколько о них говорили. Неизвестно. Вот если кто-то знает, может быть напишите в комментариях. Мне, по крайней мере, непонятно, почему так. Но вот какие-то такие вот реалии, что данный двигатель просто пропал. Возможно, это какой-то заговор автопроизводителей. Возможно, никто не хочет продвигать более экономичный двигатель, чтобы мы сжигали больше топлива. Наверное, я не знаю. Но вот такие вот у нас реалии. Но факт то, что данный двигатель есть, он использовался, он экономичнее. Это факт. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но есть еще отечественные разработки данного двигателя. Точнее, скорее всего, они были раньше данной разработки, потому что они были еще в начале 20-го столетия. И, скорее всего, компания Revitek использовала наши советские наработки данного двигателя без шатунов и просто модернизировала ее. Из различных источников становится ясно, что большое количество работающих двигателей разработаны именно в Советском Союзе и в России. И самым знаменитым и реально применяющимся стал двигатель Баландина. Баландин разрабатывал авиационные двигатели и был сторонником именно двигателем без шатунов. Задача была сделать двигатели, которые компактнее, легче и мощнее. И в период 1937 года по 1951 были разработаны и опробованы несколько модификаций двигателей. От простого экспериментального 4-цилиндрового двигателя OMB80 в 140 лошадиных сил до 8-цилиндрового двигателя в 3200 лошадиных сил. Также были сконструированы двигатели гораздо большими мощностями в 10 тысяч лошадиных сил, а также в 14 тысяч лошадиных сил. Но все эти двигатели так и не доведены до серийного производства в связи с появлением сореактивных и турбореактивных двигателей. А также была проблема сложной схемы, представленной Баландином. И были и проблемы с данными двигателями, они были склонны к заклиниваниям. Именно поэтому двигатели Баландина так и не устанавливались на авиацию. Самым знаменитым двигателем Баландина оказался двигатель ZIL-BD-1800. В одном из видео на ютубе я смотрел, что есть данный двигатель, что он действительно устанавливался на технику. Но крайне мало информации, какая мощность, как он работал, какие у него эксплуатационные характеристики и все остальное. По какой-то причине, возможно из-за заклинивания, может быть и неизвестно из-за чего, его перестали устанавливать на технику. Видимо в сложности изготовления, наверное. Сейчас у нас есть отечественные конструкторы, которые у себя в гаражах и в конструкторских бюро собрали подобные двигатели на основе разработок Баландина. Конструкторы доработали данные двигатели и устранили все недостатки. Одним из таких инженер Алексей Вуль. Он много лет модернизирует данную технологию. И каждый двигатель Вуля имеет все новые и новые доработки. Преимущество его двигателя в подавлении сил высшего порядка и отсутствии вибраций. Как он говорит, двигатель может работать как чемодан. На него можно даже либо монетку, либо телефон ставить и никаких вибраций не будет. В его разработке есть двигатели с V-образной компоновкой и оппозитные. И еще он имеет все те же самые преимущества, описанные выше. В виде повышенной мощности, сниженной металлоемкости, топливной экономичности. В сравнении есть двигатели с кривошипно-шатунным механизмом. Другой наш конструктор это Зверев Александр Александрович. Он собрал свой двигатель без шатунов в своем КБ на основе двигателей Баландина. Есть несколько двигателей, которые уже работают и могут применяться в технике. Он неоднократно рассказывает это в своих видео. Проблема всех наших отечественных конструкторов в отсутствии финансирования. И в отсутствии интереса у заводов, автомобильных заводов-производителей. На самом деле есть огромное множество и отечественных, и заграничных разработок подобных двигателей. Которые гарантируют то, что они будут работать лучше и дольше, чем обычные привычные нам двигатели внутреннего сгорания. Но, к сожалению, отсутствие интереса у заводов-производителей ведет к тому, что эти двигатели так и остаются на чертежах и в макетах. И больше не развиваются. Но я надеюсь, что хоть какой-то двигатель действительно стрельнет туда в небо и будет устанавливаться на все автомобили в виде гибридов. Друзья, спасибо вам, что поддержали видео с просмотром его до конца. Ну и лайк не забывайте поставить, это тоже приветствуется. Пишите в комментариях, если вам известны какие-то необычные двигатели или какие-то необычные технические решения. Я все прочитаю и, возможно, о чем-то можно будет собрать много информации и рассказать в следующем выпуске. Ну, не забывайте подписываться на наши соцсети, наш канал вы можете найти в Дзене, в Рутюбе, в Телеграм и в ВК. И везде мы там есть и выкладываем интересную информацию помимо нашего Ютуба. Поэтому ждем вас там. Ну все, друзья, спасибо всем, что смотрели. Будьте добре на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok